Доброго времени суток Дамы и пирожочки Сегодня я просто буду разговаривать Просто вот так вот разговаривать Возможно иногда тихим голосом Но вот даже сейчас кажется Неплохо получается Еще я взяла пакетик Не знаю как его будет слышно Любите ли вы такие звуки? Я хэгэ О чем бы вам хотела рассказать О том что я Сейчас пересматриваю Хантер и Экс Хантер Хантер и Экс Хантер Хантер и Экс Хантер Аниме такое Сёнэ Очень классное Если вы смотрели Наруто, One Piece Или Или Плич Скорее всего Хантер и Экс Хантер Вам понравится Я его сейчас пересматриваю Можно сказать третий раз Второй раз когда я его смотрела Я его не досмотрела Поэтому сейчас Вот решила посмотреть полностью Конечно Конечно Пока что досмотрела всего Около 80 серий И Планирую досмотреть естественно Потому что очень интересно И На удивление Несмотря на то что я смотрю его третий раз Мне все нравится Впечатлений много И даже Заметила много Каких-то Моментов Которые я Раньше не замечала Так что Так что круто Мне очень нравится Я сейчас на арке С муравьями Химерами Кон и Килла Уже встретили Кайдо буквально в самом начале Они Уже Пробираются К луку Муравьев Химер И Даже не знаю Как бы так вам рассказывать Чтобы Не было никаких Спойлеров Возможно Для тех Кто хочет Посмотреть В будущем Или Может быть Кто-то смотрит Сейчас Вот Вообще Вам сложно Что-то сказать Конкретное Я сейчас буду просто Нахваливать Потому что Мне это аниме Очень нравится Это один из моих любимых Северных Вообще Несмотря на то Что Не так давно Я и на роду Полностью посмотрела Ну Как конкретно Шиву Потому что Первый сезон Смотрите По мой взгляд Немножко скучновато Мне он не очень нравится Вот Второй Ну что такой Да Хорошо смотрится Вот Еще кстати Слышала о том Что Сейчас Кажется Правда Уже не англича выходит Вот Кстати говоря Англича я Полностью не смотрела Я помню Когда-то в детстве Смотрела По телевизору Он начинала Но Докуда я посмотрела Пока Его крутили По телику Это Ну Я не знаю точно Какая это была серия Это была Самая первая Арка Где они Попали В мир Духов И Спасали Рукию Вот И вот Я Буквально Остановилась На том моменте Где они Пришли спасать Рукию Вот Так что Можно считать Что у меня Есть одно классное Аниме Непросмотренное Которое Нужно Пересмотреть Еще Ой Сорян А еще Как оказалось Я Не досмотрела Горенлаген Да Потому что Я остановилась Блин Сейчас будут спойлеры Ладно Ладно Я не буду говорить Нигде остановилась Но Прикол в том Что я его не досмотрела И Тоже можно Практически Половину сезону Еще посмотреть Там еще вроде щитно Выходили Так что Есть Что посмотреть Из классных Стареньких Аниме Хотя Не уверена Можно ли Их называть Старенькими Но Хантер Вышел В переиздании В 19-ом году Это Довольно Давно Больше Десяти лет назад Так что Да Можно считать Старенькими Вот Вот Я сейчас Шмякаю Такую Перчаточку Для 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 Счезания Шерсти Скота Или Собаки Конечно Не сказать Что она очень эффективна Типа Она сверху убирает Но Если вам нужно Вычесать Хаску Которая линяет То лучше всего Использовать Специальную расческу Вот Вот Теперь Поменяем Хоть С этой стороны Будет перчаточка А с этой Вот Такая вот Фетрозащита Ну Честно говоря Думала Что мне будет У меня будет Больше слов Касательно Хантера Что-то расскажу Интересно Но Походу Нет В любом случае Я просто Планировала Поболтать Ни о чём Поскольку Многие Говорили Что им нравится Тихий шёпот С комбинацией Вот такого Близкого Шёпота Так что Вот Комбинирую Предущий Триггер Тут вообще Полный набор Походу Была у меня меня мысль Но я забыла. Что хотела сказать? Тоже что-то? Нет, нет, не занимаюсь точно. Вот, вспомнила. Недавно была заказ, над которым мы хотела почти два месяца. В общем-то, отличный заказ вышел. Много новых фишек попробовала. Моделька вроде как вышла хорошей. Но это мы посмотрим после рейга. Вот, и все. Я еще в Telegram не так давно скидывала новый дизайн. Дизайн персонажа от опыта. Которого планирую буду больше времени продать. Не знаю, получится ли предыдущий я смогла продать за 15 долларов на сайте Юдж. Надеюсь, с этим получится. Так что, пожелайте мне удачи, друзья. Но это, конечно, зависит больше не от удачи, а от исполнения. А насколько качественно я вообще нарисую этого персонажа, хотя мне немного ли не рисовать полноценки. Можем сменить триггер. Как вам пакетик вообще? Мне нравится. Неплохой звук. Тут еще муха летает. Мелький пакетик. Вы у меня часто просите какие-то ролплеи, где есть одна идея, но нет времени. я уже начала писать сценарий. Когда я его допишу, я обязательно его запишу. Да. но это не какой-то прям, не знаю, феноменальный сценарий с идеей и тому подобное. По факту это просто как вам найти уходовое видео. Так. Пакетика, думаю, хватит. И еще у меня есть что это? Это типа кисточка для нанесения теней. Сейчас попробую почистить ушки. Так. Думаю, вы по последним видео поняли, что это мой любимый трейкер. Так. Не знаю, насколько вообще эта кисточка подходящая для этого. Она довольно жесткая. Странно. Звук не очень. Звук не очень. Да. Да. Вот здесь. Да. Как-то резко. Какой-то резкий звук. А параллельно. А параллельно. Можно еще вот так вот укладить. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кори-кори-кори 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 не знаю будет ли оно подходящим для сна гори 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 так а если вот этой стороной совсем другой звук так такое я еще вроде бы не пробовала гори 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 И еще можно почистить ушки пальцем. Так, это тоже своеобразное собранное, но не получается. Я вспомнила, о чем еще могу рассказать про Хан Кай. Хотя многим, как оказалось, мне очень это нравится. Я вообще не могу сказать, что я большой фанат Хан Кая. Ну, как и Геншина, в принципе, хотя нет. Ладно, Хан Кай мне нравится больше, чем Геншин. Вот, вот как бы. И играю я в него, да. Выпила недавно случайно капку. Ну, как случайно. Я вообще хотела просто получить луку. Потому что до этого не хватило одной крутки на Блэрида. И я думаю, ну, вот как раз у меня оборуженный персонаж. Выпасть четырехзвездочных. Крутану, выбью луку. Если не выбью, то ладно. Ну и, в общем, крутанула. И выпила капку. Хотя совсем ее не хотела. А на Блэйда не хватило. Черт. А перед этим я случайно выпила лучу. И вот, грустно так все. В принципе, я... Ой, извините. Я, в принципе, и зелень не хотела, но она у меня едва. Просто вот так вот случайно. Выпиваю раз зелень. Кручу два зелень. Кручу три зелень. Классно. А еще я ни разу не проиграла 50 на 50. С момента, как я выпила в винтовом баннере зелень. Я еще ни разу не проигрывала. Ну, то есть, у меня легендарка за легендаркой в винтовом баннере. И поэтому я подозреваю, что как только появится персонаж, которого я захочу. Например, Блэйд. Вот. А я его, кстати, не смогла выпить. Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток Хотя, в целом, не могу сказать, что я вижу большого смысла тратить в Хангай Если не завезут в ближайшее время какой-то интересный действительно контент То и смысла тратить на это время нет Самый лучший вариант это вообще забросить на пару лет И потом заходишь как в Геншина Кто вообще? Что это с ума? Какие-то фонтейны, шоу? Жесть контента столько, что сразу же отпадает желание все это проходить По большей части из-за скучных квестов Хотя, я сколько проходила квесты в Хангай, не все интересные По крайней мере, когда я проходила в Геншине квесты персонажей О легендарных Ни один мне не понравился Куча бесполезных диалогов, не интересных вообще абсолютно Ой, извините Хотя, возможно, кого-то это обидит, я не знаю, но Из того, что я видела в интернете Люди, в принципе, разделяют мнение, что в Геншине квесты По большей части скука смертная Самое интересное там это загадки и исследования мира И это правда Вот И решать загадки и следовать локации Вот это очень круто и интересно Там действительно можно зачилить Чем мне, собственно, и понравился Геншин в свое время, когда я его проходила Я работала в колл-центре и на дому И бывали такие дни, когда зонку было очень мало и я могла проживле играть в Геншин Да и вообще в то время я много сидела дома, так что У меня было достаточно времени играть в Геншин Так В тот момент как раз ввели экономию Вот я ее последнюю исследовала Был баннер с коней И дедом Я в тот белье очень много попила Выпила себе С1 Гонюй Деда Выпила Я тогда 160 грудок накопила И все И после этого я ливнула из игры Потому что выпила персонажа, на которого долго копила И все Вот так вот Ну что ж, друзья Извините за этот Несвязный пугнеж Мне нужно было придумать больше тем Если, допустим, у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать мне их в комментариях или в Телеграме Где, в общем, вам удобнее Я обязательно буду собирать вопросы, появляющиеся, и отвечу на них в каком-то из видео Если верить вашим словам, вам нравится шепот Так что Думаю Подобное видео вам зайдет И так Я опять резко перешла На тихий голос Надеюсь вас это не напугает Что ж Спасибо всем за просмотр Надеюсь, моё видео смогло вам помочь Расслабиться хотя бы Если не уснуть Всем удачи Всем пока